Девчонки и ребята, всем привет, добро пожаловать на мой канал и сегодня наконец-таки наступило то время, пришел тот час, когда я покажу вам все свои чехлы на свой 7 айфон плюс. У меня их много, они все разные и перед тем, как снимать это видео, я посмотрела на все свои чехлы и поняла, что у меня огромное количество именно розовых чехлов. Также у меня несколько есть черных, в общем, мне есть что вам показать, чем поделиться, так что погнали. И давайте, пожалуй, начнем с того чехла, который находится у меня прямо сейчас на телефоне, который я активно ношу. В принципе, чехол мне всем понравился, единственное, что со временем торцы чехла желтеют. Я заказала белого цвета, довольно давно его ношу, он очень красивый, эффектно смотрится на контрасте с черным телефоном, такой красивый, элегантный, в общем, я в восторге от этого чехла. Единственное, что вот косяк с тем, что он желтеет и долго его не поносишь, то есть в скором времени мне нужно будет его, в общем, поменять на ту гору, которая у меня там лежит. О, кстати, Badoo, очень вовремя пришло уведомление и хочу с вами поделиться, рассказать вам о классном приложении для знакомств. Badoo это самое большое приложение для знакомств в мире, на данный момент, смотрите, здесь сидит 361 миллион человек. Просто представьте, все эти люди хотят общения, находить новых друзей, они уже все настроены на то, чтобы вы зашли и нашли их. Самая моя любимая фишка в этом приложении, это люди рядом. Смотрите, здесь заходите в настройки, можно указать, где вы сейчас находитесь, выбрать пол человека, которого вы ищете, там могут быть и вальчики, и девочки, различные фильтры и возраст. С помощью этой функции можно найти людей, которые находятся рядом с вами, в соседнем доме, в соседнем подъезде, в соседней кафешке. Много симпатичных людей и девушек, так и парней. Можно найти настоящих друзей, подружек. Вот, еще фишка в том, что можно, допустим, вот, Мария, заходим на симпатичную девушку, можно посмотреть ее фотографии и также посмотреть ее интересы. Она написала про себя, она очень любит слушать музыку. 19 лет девушке. О, смотрите, Кевин, вообще фотограф. Ему 21 год. Говорит на испанском языке. Фотограф. Допустим, вы каждое утро встречаете симпатичного парня или девушку, которая работает или работает там в соседнем офисе, и вы видите его чуть ли не каждый день в кофейне, но очень боитесь подойти, открываете просто приложение об аду, люди рядом и вуаля, находите аккаунт, пишите, общайтесь и знакомьтесь. Ну, а когда нашли друзей, можно вернуться к новым чехольчикам для телефона. Следующий чехол такой вот прозрачный с губами. Я его тоже покупала на ebay, он крутой, единственное, что не совсем качественная вот эта вот распечатка картинок, у меня губы пооблазили немножко. Я буквально несколько недель, наверное, с ним походила, и он так довольно-таки испортился, там у меня, получается, губы чуть ли не без зубов остались. Ну, а в принципе, очень красивый, очень круто смотрится именно на черном телефоне. Вообще, когда я выбираю чехлы, я смотрю, чтобы они красиво смотрелись на черном фоне. Вот красные губы с белыми зубами очень симпатично смотрятся на черном телефоне. Следующий чехол такой вот белый, с белым таким орнаментом цветочным, тоже очень красивый, отлично смотрится на моем телефоне. Он пластиковый, его я не так часто еще надевала, поэтому он такой весь красивенький, беленький, нигде не пожелтел. Я думаю, тот белый поменять уже на вот этот белый, тоже очень красивый, тоже заказывала на китайском сайте. Если я найду все чехлы в интернете, я обязательно оставлю ссылки под видео в описании, чтобы вы могли приобрести, если вам что-то очень действительно понравилось. Следующий крутой чехол, такой вот белый мрамор, он этот чехол силиконовый, я заказывала на сайте Shinside. И какие его минусы? Вообще, минусы силиконовых чехлов. Они желтеют от солнца, и вот он уже не так круто выглядит, как раньше. Сейчас вот торцы, опять же, та же самая проблема, торцы желтые, и уже не так красиво выглядит чехол. Для следующего чехла, конечно, пора уже прошла, это такой летний чехол с таким мороженым, он прозрачный, розовое яркое мороженое. Я купила этот чехол в конце лета, но так и не успела его долго поносить. Буквально пару дней я походила с этим чехлом. Он, кстати, пластиковый и силиконовый одновременно, то есть торцы идут силиконовые, а сама вот эта вот ложечка, она идет пластиковая. Мой чехол-любовь, это чехол Toos, он полностью силиконовый, он громоздкий. В этом плане, конечно, он не совсем удобный, потому что он большой, и в маленькую сумочку, ну, совершенно не поместится. Ну, а так, я просто была в него влюблена, очень долго его носила, когда была свадьба, съемки свадебные, у меня был телефон именно в этом чехле, такая вот нижнятина розовая, такой огромный мишка, это символ бренда, и плюс написано Toos. Обожаю одним словом. Следующая розовая моя сладость и радость, это Victoria's Secret, это стандартная полосочка их, светло-розовая, темно-розовая, здесь идет надпись, он тоже полностью силиконовый, тоже долго его носила, довольно, и он красиво смотрится, особенно в летний период. Посмотрите на вот эту красоту, зеркальный такой розовый чехол, с надписями, с листочками, цветочками, он пластиковый, но внутри идет еще силиконовая вставка, то есть этот чехол очень хорошо будет защищать телефон, просто неимоверной красоты. Влюбилась, не могу, очень красивый чехол. Кстати, этот чехол я покупала не в интернете, а в магазине, поэтому на него ссылку, увы, поставить не смогу, потому что, не знаю, это нужно перелопатить очень много страниц китайских различных сайтов, чтобы найти именно такой. Следующий чехол тоже розовый, такой же зеркальный, я покупала тоже его в магазине, с такой невероятной бабочкой. Ну, красиво смотрится, очень нежно, по-девчачьи, мне кажется. Он тоже снаружи он пластиковый, а внутри идет силиконовая вставка со всех сторон, все такое вот, прям, знаете, добротное. Сейчас я вам покажу мой самый-самый-самый первый чехол, такой вот прозрачный розовый с блестками. Он очень круто защищает именно корпус телефона, единственное, что, опять же, та же проблема, он пожелтел. И это выглядит ужасно. Но в целом стоит он своих денег, потому что такой дебелый чехольчик, который превратил мой телефон в кирпич, которым можно просто было кого-нибудь убить, не то, чтобы телефон разбился. А так на черном очень красиво и эффектно смотрится. Следующий чехол это градиент с белого в черный, даже такой темно-серый. Он тоже силиконовый, гнется, красивый, практичный. И тоже покупала в магазине. Также в моей коллекции присутствует такой вот радужный чехол, с зеркальными такими геометрическими формами разными. Очень красивый. Кстати, его я тоже долго носила, и он не пожелтел, хотя он тоже силиконовый. Наверное, либо силикон лучше качества, либо же я его не настолько долго носила, чтобы он успел пожелтеть. Вот этот обалденный черный чехол. Я его еще ни разу не носила, но он очень красивый, прям весь такой в блестках, внутри сердечко. Ну, не знаю, мне он очень понравился, его заказала через интернет. Очень красивый чехол, и я его с удовольствием буду продолжать носить. Следующий, кстати, дальше пошли черные чехлы. У меня еще два осталось. Вот этот черный чехол это сваровский. Он тоже такой дебелый, он пластиковый, торцы силиконовые, плюс пластиковый. То есть такой чехол, который очень-очень хорошо защищает телефон. Это сваровский. Мне подарили его на день рождения, я безумно была счастлива и рада. Очень долго тоже с ним проходила. Видите, здесь такие вот ломанные линии, и под определенным углом света вот такие вот присутствуют блики. И плюс, когда вы его трогаете, тоже понятно, что он не гладкий и не ровный. В общем, обалденный такой. Ой, смотрите, как на камере круто выглядит. Ай, вообще супер. И еще один чехол тоже безумно крутой. Вот он, он тоже черный, с белыми цветами. И плюс здесь идет такая вот цепочка и брелочек-цветочка, который дублирует цветок, который находится на самом непосредственно чехле. Да, что я могу сказать? Он тоненький, красивый, тоненький, удобный. В нем очень удобно держать сам телефон. Он так фиксируется хорошо. Плюс торцы тоже пластиковые, отлично, тоже защищает телефон. Он такой прорезиненный, знаете, его очень приятно трогать. А еще фишка этого чехла в том, что он светится ночью. Вообще, я не знала, что у этого чехла есть такая функция, что он светится. Я помню, когда я его первый раз надела, походила целый день, положила как бы на тумбочку, поставила на зарядку, легла спать. Сейчас выключили свет, и он так ярко светился. Говорю, блин, смотри, Ваня, этот чехол светится. И да, было очень приятным сюрпризом, потому что такой красивый чехол еще и очень красиво светится в темноте. В принципе, ребята, это все же на сегодня. Вот такая вот у меня большая коллекция чехлов. Пока что я не собираюсь себе покупать новых, потому что нужно еще хотя бы несколько, успеть вообще поносить все остальные чехлы. Огромное спасибо, что вы были сегодня со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. А мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok